друзья всем большой привет вы на канале светлана франция спасибо что зашли и подписались и я приглашаю вас в новый влог оставайтесь со мной сегодня будет интересный красивый надеюсь и познавательный влог все как мы любим наше женское и так с утра я иду в салон наконец-то мне удалось записаться дальше я вам рассказывала что у меня новый стилист и она меня очень хорошо подстригла и покрасила как же привет приятно иметь человека который тебя понимает с полуслова с которым ты разговариваешь на одном языке спасибо ей огромное если смотрит это видео удачи всего самого наилучшего я рада что теперь могу записаться к ней в любое время если кто-то живет в пригороде парижа и вам нужны координаты даши в каком салоне она работает то напишите мне я с удовольствием поделюсь у нее я спросила и она согласна и я покрасила корни вы меня спрашиваете на каком на какой краске работает салон на шварцкоп и если кому-то из вас понадобится номер краски то я могу спросить уточнить у даши она скажет номер и я в последующих видео обязательно вам напишу я как уже сказала крашу корни и хожу раз в полтора месяца то есть мне хватает вот выдержать полтора месяца и потом уже все с удовольствием нашу мою сумочку от милд карта милд карта очень мне нравится вот эта черная модель и вот как я пришла видите сколько где-то сантиметра два уже за полтора месяца отрастают у меня очень быстро растут волосы в общем мне понравилось вот такой у меня был сегодня наряд джинсы от armani новые я вам их еще не показывала свитерок и пальто от максмара кроссовки у нас еще холодно с утра потому что салон у меня был в девяти утра я решила уж сразу утром сходить потому что это делать достаточно такое длинное два а то и два с половиной часа и потом уже быть свободной потом уже по делам и дела начинаются я начинаю убирать зимний гардероб вот начала с обуви конечно же нужно ухаживать за обувью нужно ее хорошенько начистить почистить и убрать у меня в основном черная классическая обувь разных моделей то есть на каблучке вот вы видели селин и есть челси и есть от массе модути на более такой тяжелой подошве в общем у меня бесцветный воск которым я начищаю обувь предварительно я конечно же ее мою чищу и потом просто прохожусь воском и все она очень хорошо служит мне несколько лет и после стараюсь после после каждой ну если можно так сказать улице выхода просто протереть ее специальными салфетками или салфетками салфетками детскими салфетками сегодня заплетается язык извините меня вот и потом я просто убираю сапоги у меня есть такие специальные штуки пластмассовые чтобы сапоги не переминались я думаю что вы тоже знаете как хранить обувь и у меня в гараже есть стеллаж где я храню всю обувь я люблю покупать классические варианты в основном обе обуви чтобы они мне служили долго потому что я поняла что если куплю что-то такое новомодное вычурное вы вычурнут вычурнутая вычурнутая в общем навороченная то я этим не пользуюсь и деньги как бы выпружены на ветер конечно обувь бывает различное и темное светло у меня из коричневый если вам интересно я сделаю такой обзор у нас уже следующий день и я разобрала обувь это мой завтрак и я разобрала обувь а вот зимней одежды пока еще не дошли руки если хотите разберем вместе до отпуска или после отпуска и сейчас мы с вами поедем по магазинам мы продолжаем декорировать гостиную у свекрови и я вам покажу самые новободные тренды то что модно сейчас из декора интерьера во французских магазинах в принципе из одного магазина в другой все тренды перекликаются и думаю что и в ваших магазинах практически выбор такой же сейчас мы ходим по кухонным принадлежностям не нужно было посмотреть для организации моих шкафов несколько вещей и как видите я в тренде черный бамбук бамбук заменил весь пластик это классно бамбук это такой материал который солидный который очень долго держится если правильно за ним ухаживать и он не впитывает ни запахи никаких мне не микробы не вирусы в общем я думаю что вы понимаете очень много интересных всяких вещей из бамбука не знаю как вам а мне нравится этот материал мне нравится сочетание бамбука с черным бамбука с металлом напишите что думаете вы также покажу вам немножко посуду очень много керамики посуда сейчас красивая особенно керамическая потому что она такое ощущение что ее принесли из гончарной то есть как будто сделано руками неровный край так далее конечно все модели отличаются есть более классное качество тонкая есть более такая солидная вот здесь тоже вставлены бамбуковые части и иногда матовая иногда с блеском в общем выбор очень большой сейчас если кому-то нужна более современная посуда то вы можете посмотреть в магазинах магазин задье магазина и в икеа вы можете увидеть алиния в общем интерьер с мезон дюмонды все французские бутики сейчас мы находимся в фарфуде по моему и там тоже много много всего чайники такие аля instagram которые очень известны и их сейчас одно время очень рекламировали но на самом деле они удобные классные я люблю заваривать тизаны всякие настои но в основном пользуюсь холодное время года и вот как вы видите глиняная керамическая посуда всякая разная матовых оттенков сейчас очень в тренде такой цвет терракота бежевый шоколадный натуральные все цвета и оттенки и у меня возникло вот сильное желание заменить цветовую гамму поменять в спальне возможно после отпуска я этим займусь займемся с вами вместе и мне нравится сейчас бешет терракота вот я посмотрю возможно что-то поменяю и всякие изделия то есть декор можно найти всякие разные вот для ванной комнаты шторка терракотовая какие-то приспособления под мыло есть конечно всякие штучки для организации для оптимизации пространства это здорово мне кажется сейчас в наше время можно купить качественную мебель из дерева из бамбука из металла не очень дорого и она будет такого минималистичного характера то есть вы можете спокойно что-то отодвинуть где-то помыть то есть не такие вот дубовые массивные шкафы которые не сдвинешь и которые хранили веками что вы думаете по этому поводу тоже пишите добро пожаловать в комментарии потому что мы все разные и я понимаю что для кого-то минимализм неприемлем кто-то считает что минимализмом является купить одну вещь или как бы унаследовать эту вещь от бабушки и дедушки и хранить ее очень очень долго я не буду с вами спорить мне кажется у каждого имеет место быть свое мнение и пожалуйста давайте будем активными для этого существует канал я просто показываю что сегодня на данный момент можно купить во французских магазинах если вам хочется такие обзоры чтобы я называла цены я с удовольствием буду это делать для меня это будет дополнительный контент ну нужно чтобы вы этот контент то использовался популярностью потому что это трудозатратно и время затратно ездить снимать каждую деталь и озвучивать цены если моим зрителям будет интересно и с удовольствием это для вас сделаю видите в ванной комнате тоже множество всяких ковриков множество всяких штучек для мыла подставочек в общем выбор огромный на любой цвет и на любой вкус и вы можете выбрать те тона и текстуры которые вам подходят видите и полочки из металла из бамбука сейчас-то прям самый тренд очень очень популярна поэтому вы можете заметить что у меня на кухне появились такие детали и я с удовольствием уже не уже давно достаточно ими пользуюсь я думаю что я начала покупать вот такие индустриальные немножко их называют стиль из металла несколько лет назад он сначала появился в maison du monde и так далее у меня были подсвечники кто смотрит мой канал уже давно знает какие детали и птички вот из металла которые возле стены и я до сих пор этим пользуюсь люблю и достаю много штор плотные шторы также тюль выбор есть дефицита никакого не наблюдается и посмотрите вот здесь вообще табуреточка деревянная как будто дедушкой из деревни просто сколотили я думаю что такую наши мужчины дедушки бабушки отцы сыновья и братья могут сделать сами просто из того что есть под рукой также разные стеллажи для организации очень много сейчас за полочек и так далее на колесиках которые можно передвигать и чтобы они были мобильными мобильные и использовать как на кухне такой универсальный вариант как на кухне так и в ванной и туалет в туалете в общем различных комнатах это зеркала продолжают быть в тренде все что касается лозы дерево и в основном круглые модели я их называю солнышко они были раньше из металла сейчас больше из натуральных материалов вот например белое дерево покрашена вот такая такие вот веточки или иногда еще встречается и металл и пластик конечно же ну все что захотите мне нравится в принципе я люблю миксовать два стиля и добавлять что-то современное в более такой классический можно сказать винтажный интерьер и цены если вы замечаете что не сильно дорогие есть подороже и поди есть подешевле магазины вот ля фарфуй очень хороший магазин у нас его переделали здесь большой выбор сейчас и все что касается кухни и ванной комнаты и даже белье есть также декор есть тем вы увидите позже все для сада для огорода и конечно же можно приехать в этот магазин и выбрать себе декор просто-запросто просто-запросто и мы за свекровью продолжаем нам осталось совсем немного вот у нас все уперлась стулья в общем если найдем те которые нравятся то ножки не того цвета если найдем те которые не нравятся они вроде как подходят по цвету но ничего все еще впереди я скорее всего уже после отпуска вам сниму полный обзор когда мы все доделаем организуем террасу вот очень красивая такое аля кресло если бы был шоколадный или бежевый цвет она бы к свекрови идеально подошло и ножки бы были светлые и вот такой материал кто-то смеялся над моей сумкой которую я купила в куршавель видите вот такие табуреточки они как бы из барашка сейчас он очень модный из него и мебель и канапе и диваны всякие различные пуфики и также вы можете встретить их в этот материал в искусственных шубках мне понравился вот этот букет сухих цветов потому что я хочу организовать сделать рамки у свекрови и мне нужно что-то поместить в эти рамки я решила поместить туда сухоцветы сделаем с вами вместе если хотите а свекровь выбрала подставки под цветы потому что у ней много горшков с цветами и ей нужно также их куда-то поставить что это чтобы это гармонично все смотрелось поэтому мы выбрали вот такие золотые потом я вам тоже покажу сейчас к декору ей подходят вообще дерево золото белый керамика терракота и так далее сейчас то прям на пике моды и в дальнейшем посмотрим эта тенденция переход к натуральному держится уже несколько лет и вот этот от бордового к терракоте коричневому к шоколадному тоже меняется все таки как вы видите намного меньше то что касается зеленого синего и так далее этих цветов практически вот бывают какое-то пятнышко но их совершенно не заметишь магазинах очень много стиль мрамор то есть и над из натурального мрамора что-то из искусственного вот как стол и также какие-то маленькие детали типа горшков под цветы вазочки кухонные принадлежности диваны и канапы стали более элегантными менее такими массивными и вот как раз стол на такой золотой ножки очень понравился моей свекрови он может служить как столом в гостиной так и столом для террасы в принципе здесь уже нужно обыгрывать по-разному и смотреть как и куда все зависит от вашего вкуса конечно же от вашего интерьера есть и ковры и паласы они тоже сейчас сменились стали более такими гладкими более натуральные цвета мелкие мелкое плетение если возможно так сказать за ними достаточно легко ухаживать этот салон салон джаден очень мне понравился красивый просто великолепный если у кого-то большая терраса или в саду то он будет великолепно смотреться вот посмотрите немножко на то что касается пылесборничков любимых вазы цветы многие вазы это переработанное стекло это тоже радует то есть все идет к натуральности люди уже устали от пластика от искусственных всяких таких вот изделий поэтому ищут что-то более естественное как в тонах то что не угнетает я не знаю как вы а мне вот все таки если посмотреть на весь интерьер моей квартиры нашей квартиры мне больше всего все таки вот по тональности по духу по сердцу наша ванная комната сколько лет она уже у меня саше будет 9 его до 9 лет я от нее не устаю то есть у меня бежевые такие золотые оттенки и мне вот всегда очень приятно и уютно находиться именно в этой комнате но ником да можно назвать ее ванную комнатой до ванная комната поэтому я хочу все таки вот меньше всего я люблю нашу спальню из-за того что навесные потолки и стены она кажется мне очень холодной какой-то не такой вот уютный я никак не могу организовать ее так чтобы мне было уютно поэтому я решила изменить декор добавить немножко натурального немножко вот шторы льняные что-то такое подумаем вместе с вами уже после отпуска возможно до лета я смогу реализовать свои мечты мы с вами изменим интерьер моей спальни то что и мне уже будет не нужно я просто-напросто одно продам другое куплю то есть вот такая замена вещей циркуляция как я вам уже рассказывала то есть не то что я буду все это складывать нет хотя некоторые вещи я оставляю потому что они могут замылить так сказать глаз а потом вновь захочется их внедрить в интерьер было у вас такое или нет поэтому я убираю их слава богу у меня есть и куда убрать на некоторое время с глаз долой и сердцем он и потом в один прекрасный момент когда я вспоминаю о них такое ощущение что ты сходил в магазин и купил что-то новое новое это как с детскими игрушками когда у детей очень много игрушек они играют им они надоедают и что я делала саша я просто прятала их и в какой-то момент через месяц через два доставала и у него было ощущение что эта игрушка новая и он вновь интересовался и играл с удовольствием так и с декором в принципе мы всегда рады достать какой-то декор по сезону новогодний или еще какой-то потому что очень долго несколько месяцев он не был у нас на глазах согласитесь видите какие интересные подушки вот здесь вот немножко синего но в то же время сочетание с натуральным все для сада для огорода очень много изделий очень много того что может украсить ваш сад если он есть или террасу красивые вещи очень оригинальные стильные я скажу вот как этот стол я бы с удовольствием внедрила такой в свой интерьер свой сад ну и конечно вот эти кресла мне кажется не знаю будет ли удобно или нет возможно они низковаты но так хочется прилечь с книгой и просто не двигаться а еще на полочках сейчас появились мои появилась новая посуда уже кое-какое время это вот стаканы и так далее с двойным дном здесь уже и кружки и фуржеры для шампанского я недавно купила и делала обзор вот эта коллекция она у нас в лёклер очень стильная просто невероятная стоит от 7 до 12 евро два стакана 2 2 кружки и я возможно добавлю что-то еще думаю нужно мне или нет ну и конечно посуда из керамики вот эти тарелки для тех кто любит синий цвет золотом синицы просто идеально смотрится они великолепные такое ощущение что это ручная роспись иногда и бывают коллекции дизайнерские даже в таких супермаркетах как люклер то есть заходите иногда на полочки я с удовольствием смотрю гуляю иногда нахожу очень интересные вещи в общем советую вам обращать внимание в супермаркетах на отделы посуды и декора они не такие большие вы быстро пройдете и возможно что-то выберете у нас иногда продают хрусталь дахки и так далее очень красивые модели то есть предприятия сотрудничают супермаркетами и делает вот такие выставки посмотрите какой интересный графин очень необычный на лето и вы можете найти по приемлемой цене классные вещи мы заехали в этот магазин потому что мне нужно было найти кое-какие подарки саша завтра идет на день рождения и потом мы поехали в магазин все что касается игрушек он нашел подарок то есть он сегодня в школе я нашла подарок он завтра пойдет у нас среда дети не учатся иногда бывают дополнительные занятия но завтра у него после обеда день рождения поэтому купили заодно и ему подарки и он пойдет с подарками я буду с вами прощаться желаю вам всего самого лучшего увидимся очень скоро надеюсь на вашу поддержку светлана из франции и и Продолжение следует...